Современные предприятия одно из лучших образовательных учреждений страны, а также новостройки, возведенные в рамках реновации Морозовского городка. Все это детали программы рабочей поездки по Твери полномочного представителя президента России Игоря Щеголева, который он совершил вместе с губернатором Верхней Волжья. Началась поездка с посещения двух современных производств. Первым из них стал логистический комплекс концерна Автоваз Альфа, расположенный рядом с трассой М10. Отсюда в течение суток доставляется любая запчасть от автомобилей Lada и Renault потребителям не только в ЦФО, но и в северо-западном, а также при Волжском федеральных округах. На складе внедрены современные решения. Игоря Руденни и Игоря Щеголева продемонстрировали возможности технологии голосового отбора. Она применяется для повышения производительности, быстрой сборки товаров, снижения количества ошибок. В работе также активно используются экзоскелеты. В течение двух лет планируется решить задачу расширения, что даст Верхней Волжью еще более сотни рабочих мест. Наш склад текущий площадью 25 тысяч квадратных метров. Здесь мы организовали практически 100 тысяч мест хранения. Будущий склад будет точно такой же по метражу 25 тысяч квадратных метров. И там мы планируем применить уже узкопроходные технологии, которые позволят нам организовать еще больше мест хранения. Современное производство создает и компания «Аквариус». Здесь, в промзоне Боровлева, уже работает высокотехнологичное предприятие с роботизированными и автоматизированными производственными линиями. В тестовом режиме на отечественной операционной системе уже собран первый произведенный в Тверской области ноутбук. По своим возможностям он ничем не хуже зарубежных одноклассников. В эту сторону можно посмотреть. Если мы захотим работать в качестве ноутбука, он у нас автоматически перевернется в эту сторону. То есть это фишка вашего предприятия? Это фишка, да. И плюс еще тачскрин. Мы можем нажать. На конец октября здесь запланировано официальное открытие нового производственного логистического комплекса. Предполагается, что до конца текущего года тут трудоустроят около 300 человек. В перспективе с открытием новых линий на предприятии появится около полутора тысяч рабочих мест. При выходе производства на полную мощность компания будет выпускать более 2,5 миллионов устройств в год. В настоящий момент средства вычислительной техники не только в ЦФО, а в Российской Федерации, выпускаемые такой серийностью с использованием такого оборудования, в принципе, нет. Показали сейчас образец устройства. Это первое клиентское устройство, которое будет серийно выпущено, серийностью больше 10 тысяч экземпляров на отечественном процессоре Байкал-М. В этот же день полномочий представитель президента, ЦФО и губернатор Тверской области посетили комплекс Суворовского училища. Визит начался с возложения цветов к мемориальной стеле, выпускникам, погибшим при выполнении воинского долга. Игорь Щеголев и Игорь Руденя осмотрели музей истории, зал славы, учебные классы, фото-телестудию, кабинет основ военной подготовки, комнаты воспитанников, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Завершающим пунктом рабочей поездки стали вот эти новостройки на улице Фронза. Они являются фактическим подтверждением того, что процесс реновации Морозского городка стартовал. Как известно, первым этапом является расселение. Именно в эти дома переедут пока еще обитатели Морозских казарм. Полномочный представитель президента и губернатор осмотрели квартиры в новых домах. Все они сданы под ключ. В каждой проведена отделка. Установлены электрические плиты, сантехника. В ходе общения с будущими новоселами глава Верхней Улжи отметил, что Игорь Щеголев постоянно держал ход строительства домов на карандаше. Новые десятиэтажные дома были введены в эксплуатацию в конце августа текущего года. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тысяч квадратных метров. В ближайшее время начнется переселение жителей Морозского городка. Ключи от нового жилья получит 451 семья.